здравствуйте дорогие мои торт декораторы сегодня своим кратким видео я покажу и расскажу как сделать вот эти замечательные украшения для вашего тортика мы с моим мужем шоном уэлкинсом подготовили эту тему для вас у меня сейчас за кадром стоит вот такую прелесть течение получаса сможете сделать самостоятельно дома материал такой гнущийся можно даже вы наверное назвать все-таки шелком или сатином я буду очень рада если мое видео понравится вам и вы будете использовать эти декорации на своих работах передо мной на столе все ингредиенты которые инструменты которые нам понадобятся в процессе работы это желатин порошковый это глицерин вода пищевой блеск пиала с горячей горячими водой быть осторожны кисть новая кисть по уже вафельная бумага весы и силиконовый коврик и и так мы смешиваем воду желатина нам понадобится 20 граммов желатина и 40 граммов холодной воды хорошенечко размешали и оставили ненадолго набухать и так мы дали нашему желатину настояться набухнуть и теперь пора его отправить в микроволновку и мы будем проверять каждые 6 секунд расплавился ли он или нет не давайте желательно вскипеть иначе вам придется начать весь процесс заново достали из микроволновки проверили нет до конца она еще не растворится выставим микроволновку опять на 6 секунд так полностью желатин растворился у нас на поверхности образовались вот такие пузырьки значит желательно их нам собрать и удалить иначе они могут повредить нашей работе результаты нашим окончательно и так желательно мы добавляем чайную ложку глицерина и хорошенечко старайтесь сильно не взбивать желатин для того чтобы снова лишних пузырей у нас не появилось вот такая консистенция жидкая вязкая на данном этапе мы ставим на желатин мисочку с очень горячей водой для того чтобы у нас желатин не застывал пока мы перейдем к другому этапу работы итак мы приступаем к следующему этапу работы мы убрали со стола все лишнее что нам уже больше не понадобится расположим листочек вафельной бумаги перед собой нам нужно будет широкая кисть на этом этапе и наш желатин желатин у вас продолжает стоять в чашах горячей водой очень горячей так что будете аккуратны слегка еще разок перемешайте желатин с глицерином и переходим такой процедуре смачиваем кисть набираем на желатин и вот таким такими движениями размазываем по нашей полоске старайтесь это сделать за один раз так как желатин застывает будет хвататься уже комками я думаю достаточно желатину берем кисть отставим в сторонку и теперь подождем пока желатин немножко схватится немножко отступлю скажу что температура помещение в котором будете работать не должна быть прохладной так как желатин очень быстро будет застывать неравномерно распределяется по плоскости на которую вы его наносите так пробуем нет еще он у нас цепляется за руки за пальцы подождем еще минуточку также для этого этапа нам понадобится обычный крахмал кукурузный картофельный просто запакуйте вот кухонная полотенечко я его завязала проволочкой перетянула получится вот такой мешочек очень нам нужно будет для работы так итак смотрим да можно уже продолжать работу нашу итак мы берем на кисть пищевой блеск и начинаем такими вот движениями наносим наносить на нашу работу это могут быть не знаю к новому году снежинки с корне рождения девочки корона всю штуку наносим таким образом чтобы не оставалось у нас промежутков там где они остаются возвращайтесь таламутр очень хорошо наносится очень легко не оставляет ненужных разводов и как вы видите он не цепляется за кисть хотя желатин к пальцу еще цепляется вот так вот аккуратно аккуратно в одном направлении распределяем весь наш пищевой блеск очень хорошая альтернатива декору из цветочной мастики когда нужно очень тонко раскатать мастику а потом нанести на уже эту раскатанную мастику перламутр и изделия из этой вафельной бумаги и этого состава получаются очень-очень легкие можно куклам платья сошить ну шить я имею ввиду в кавычках конечно очень хорошо все детальки будут склеиваться на этот же растопленный желатин итак мы покрыли всю нашу поверхность пищевым блеском теперь что мы делаем теперь мы аккуратненько берем за краешек бумаги и аккуратненько аккуратненько снимаем и переворачиваем на изнанку изнанку эту мы пройдем слегка крахмалом во первых для того чтобы вам было легче удерживать изделие уже готовы во вторых чтобы при сворачивании при движении в любом движении у нас изделие не склеилось там где нам не нужно итак мы получили такой красивейший кусочек пищевой бумаги не бумаги уже а текстиля видите изнанка видите лицо так как у меня в доме была только голубая вафельная бумага я использовала голубую вы можете использовать белую какая у вас есть под рукой теперь что нам остается сделать теперь нам остается достать ножницы и аккуратненько аккуратненько обрезать наши неровные края подготовить кусочек нашего текстиля такого красивого уже в последующей работе сейчас я дорежу покажу как как легко он сворачивается складывается и вообще конечно идея разработчикам большое большое спасибо думаю от всех тортоделов потому что это еще одна такая удачная выдумка разработка интересно на торт так смотрится интересно работать легко как вы увидите увидели очень быстро смотрите не липнет обратная сторона так как мы с крахмалом не липнет так как мы крахмалом смазали присыпали и вот она наша лицевая сторона покрыта самым обычным пищевым блеском смотрите какие манипуляции нужно сделать можно делать складочки прошу прощения за можно делать складочки нужно не знаю ленточки можно нарезать на мелкие ленты видите как легко ничего между собой не склеивается какая прелесть значит но в таком состоянии ваше изделие останется не навсегда значит для этого вам нужно для того чтобы сохранить его пластичность вам необходим будет под рукой иметь пищевую фольгу пищевую фольгу нужно иметь под рукой это изделие хорошо тем что можно его использовать сразу же как только вы его приготовили подготовили сразу переносите на свой тортик но такое пластичное такое послушное как материал он не будет оставаться все время у вас значит для того чтобы его сохранить его пластичность вам необходимо сохранить его по завернутым пищевую фольгу просто оберните с обеих сторон и сохраните до того дня когда оно вам понадобится если все таки у вас получилось так что изделие подсохло и оно может выглядеть скажем вот таким образом я специально оставила один одну сторону плотно упакованной в бумагу в фольгу вернее а другую менее упакованную вот видите насколько насколько велика разница здесь еще материал с одной стороны пластичный а с другой стороны он уже жесткий значит для того чтобы реанимировать просто переверните тыльной стороной к себе и пройдитесь слегка мелким распылителем просто распылите на него воду при помощи давайте скажем при помощи аэрографа оставьте его в таком состоянии на пару минут и вы найдете что все свойства ваш пищевой шелк пищевой сатин приобрел те же самые какими мы его и сделали изначально также наши красивые украшения для торта мы можем сделать используя тот же самый состав желатин глицерин вода и обычный шоколад темный значит пропорции все те же самые 20 граммов желатина 40 граммов воды оставляем набухать минут на 5 на 10 далее растворяем в микроволновке и добавляем чайную ложку 5 граммов глицерина все хорошенечко вымешиваем итак у меня я сделала еще одну порцию у меня получилась вот такая вот масса твердая упругая теперь я отправляю в микроволновку для того чтобы ее растворить растопить растворим оба обе составляющие желатин и отдельно можно отдельно растворить шоколад а нужно в растворенный горячий желатин вмешать наш шоколад переходим к микроволновке не оставляем желатин надолго проверяем каждые 6 секунд готовлю он у нас к употреблению нет не готов отправляем еще разок до конца растворился поэтому поэтому оставляем в духовку в микроволновке еще вот такой консистенции он теперь у нас так как все таки встречаются здесь куски я бы ну еще бы немножечко погрела или же или же на этом этапе хорошо добавить наш шоколад и так соотношение желатиновой массы шоколада 1 к 3 при результате замеса желатиновой массы у нас в общем получилось 65 граммов 20 желатина 40 воды 5 глицерина простите и я взяла одну треть к этой массе я взяла одну треть шоколада это получилось у нас 20 граммов примерно вот такая смесь у нас получается но нам нужно добиться чтобы масса была однородная значит отправляем на проволновку топиться и не даем смеси закипеть отлично смесь наша нагрелась шоколад не стремится растаять все таки еще раз прогрею для уже полной длинности еще на 6 секундочек и вот теперь вот теперь у нас та консистенция которая нам нужна так вот такой консистенции мы и будем работать не мешайте слишком часто не давайте образоваться пузырька так убираем все ненужное и оставляем нужное силиконовый коврик нам очень нужен итак берем нашу кисть чистую сухую и наносим нашу шоколадную массу можно даже разбить и хорошенечко растянуть по коврику ой идет так мягенько так хорошо вот такая пластичная у нас все и оставляем больше мы не проходим если иначе мы поверхность повредим и опять как и в предыдущий раз мы оставляем нашей желатиновой теперь шоколадной желатиновой массе схватиться это займет наверное пару-тройку минут точно периодически касаемся и пробуем нет не готово значит ждем подождем еще немножко вот уже начинает хвататься уже даже видны отпечатки моих пальцев мы еще немножко подождем если прохладно в помещении где вы работаете естественно желатин сядет быстрее если положить в холодильник моментально схватиться но у нас есть время желатин и желатин с шоколадом потихонечку потихонечку начинает осталось на стороне еще вот так и теперь мы берем свой привычный пищевой блеск и начинаем наносить у меня блеск в доме оказался только белый перламутр но я думаю золото будет смотреться просто шикарно хотя у меня вот рядышком стоит баночка это специальная airbrush paint for chocolate and sugar paste это краска для аэрографа золото я ее пробовала на канале дает потрясающий красивый оттенок особенно через аэрограф равномерно краска ложится я покажу ее в действии итак мы продолжаем работать масло потихоньку становится все жестче и жестче приобретает такую резиновость она хорошо нам легче работает работаем в каком-то одном направлении не работайте в разных направлениях иначе оставите след кисточка оставить не очень красиво нежелательно смазываю таким образом наносим на всю поверхность процесс интересный увлекательный напряженный ничего не липнет ничего не мешает и вот в таком духе мы покрываем всю всю поверхность и так мы покрыли полностью поверхность рабочую поверхность пищевым блеском в моем случае это белый перламутр пищевой чтобы сгладить все-таки неровность эти полоски которые у нас получились в процессе наложения краски чистые руки сухие хорошенечко заполировали всю поверхность тогда у вас все эти соединения которые были в отдельности друг от друга между наложенными линиями они у вас все сойдутся поедино все и теперь самое интересное нам нужно оторвать нашу работу от поверхности легко просто поддеть с одной стороны и потянуть аккуратненько не спеша переворачиваем на другую бочок и берем наш крахмал и пройдемся к крахмалу поверхность не липкая но все же таки она может дать небольшую сложность вот видите здесь хотя поверхность не липкая кончик завернулся и прилип чтобы это остановить безобразие мы нанесли крахмал на обратную сторону нашей рабочей поверхности обратная сторона и так что мы получили ой да мы получили красивейший кусочек пластичного шоколада наверное так это называется даже не знаю как назвать то же самое такие разные нужно придумывать композиции с ним наверное бантик можно будет сделать прекрасно вкладочки невероятной красоты куколкам всякие платьица вот видите ну чудо спасибо изобретателям кто придумал этот метод видите как скатывается как будто действительно шелк с руки скатился пожалуйста никаких повреждений абсолютно есть лицевая красивая сторона и есть изнаночная как у настоящего материала как у настоящего шелка ах какая прелесть можно немножко растянуть его все это мы такого эффекта добились с помощью обычного пищевого блеска в моем случае на шоколадную основу я нанесла просто обычный блеск и получился такой не знаю розовато-медный наверное оттенок а если нанести золото наверное будет еще красивее такие банты можно представляете делать красивые я даже не знаю как еще показать его свойства смотрите как он сжимается к сожалению не было у меня времени подготовить бант для того чтобы посмотреть как он будет выглядеть ну я думаю сейчас можно это сделать так 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 бантик у меня не складывается это нужно резать на отдельные части вот такая так же есть другой способ окрашивания при помощи аэрографа передо мной золотая окраска специально разработана для пищевая для работы шоколадом сахарной пастой и мой старенький при старенький аэрограф у нас все же таки справиться с работой так обязательно перед употреблением краску нужно встряхнуть для того чтобы перламутр весь поднялся и начинаем на заранее подготовленную поверхность как мы делали предыдущий раз сахар нанесли смесь шоколада и желатиновой массой попробовали пока сядет у нас желатин и начнем уже работать покрывать поверхность золотой краской конечно золотая окраска очень ярко и мощно смотрится на темной основе полок золотой с помощью и робота конечно будет ложиться очень ровно ровнее не ожидая мы работали с кисточкой поверхность можно покрывать не только один раз, но и второй, и третий, все зависит от пожелания глубины оттенка. Можно покрывать сразу же, прошлись один раз и сразу покрывать второй раз, так как наибольший ингредиент по составу краски это алкоголь, то он улетучивается мгновенно. Вот накануне я сделала в качестве образца, вот что у нас должно получиться, думаю видно, как блестит наша поверхность. И опять же таки, аккуратненько, когда вы краску нанесли, аккуратными движениями поддели края, уже не касайтесь серединки своего изделия, иначе вы оставите некрасивый отпечаток пальца на вашей полоске. Итак, у нас есть изнаночная сторона, есть лицевая. Переворачиваем золотой поверхности вниз и коричневая шоколадная наверх, и проходимся опять же крахмалом, для того, чтобы поверхности разгинания лицевая и изнаночная не склеились. Вот у нас получается вот такое волшебство. Мэджик! Все что угодно можно с этим делать, все что угодно. Банты, ленты, не знаю, наверное полностью можно покрывать из бока торта, я так полагаю. Видите, как складывается он? Такое свободно. И не склеивается. И снова повторюсь, что хранить все же таки лучше завернуть свое изделие в фольгу, если вы не собираетесь использовать его мгновенно, а допустим через несколько казни, заверните, так, чтобы у вас изделие не обветривалось. И все, используйте до лучших времен. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!